Наташа уже подходила к автобусной остановке, когда ей позвонили. Это была ее четырехлетняя дочь Оксана. Она огостила у бабушки и восторженно рассказывала маме о своем походе в цирк. Наташа слушала ее и пыталась расспросить малышку о деталях, когда увидела уже отъезжающий автобус. «Погоди, солнышко, я тебе перезвоню», сказала молодая женщина дочери и вынуждена была стукнуть кулачком по двери. Водитель не увидел пассажирку и уехал. «Вот блин, теперь точно опоздаю на работу, а у меня первый рабочий день», выругалась Наташа и подошла к небольшому киоску возле остановки. Она уже расплачивалась с продавцом, когда услышала неприятный мужской смех. Повернув голову, Наташа увидела двух молодых мужчин, стоявших возле дорогой иномарки. «Ну ты даешь, старик, не видел тебя уже лет десять, наверное». «Думал, уже женился, и с детьми нянчишься. А ты все гуляешь», говорил крупный мужчина. «Не всем же быть такими, как ты. Сколько, говоришь, у тебя детей? Трое? Вы что, не предохраняетесь?» Владелец машины рассмеялся. «А если серьезно, зачем мне жениться? Жилье и деньги у меня есть. Поесть всегда в ресторане можно. Дома у нас личный повар, есть прислуга. Так что вещи всегда постираны, выглажены. Это понятно. Сейчас много современной техники, которая за тебя делает всю работу. Но купил техники, и жена не нужна. А как насчет личного? Есть девушка или любимая женщина? Нужно же с кем-то расслабляться. Не унимался многодетный отец семейства. «Да нафига мне какая-то там курица? Они только деньги из меня тянут и капризничают. Купи это, купи то. У меня есть постоянный доступ к дому разврата». С этими словами мужчина подмигнул другу. Тот стал выяснять, что же это за дом такой. И мужчина с радостью рассказал о парикмахерской, куда он регулярно захаживал. Каждая девушка, которая там работает, с радостью соглашается оказать ему интимные услуги. А если отказывается, то попросту теряет работу. «Ну ты даешь! Прямо садом и гамора! И что, не встретил ни одной дамы, которая тебе отказала?» – заинтересовался собеседник с самоуверенным владельцем дорогой иномарки. Нет, правда, было несколько отдельных особей, но их тут же уволили. Обладать определенной властью старик бывает полезно. С этими словами он подмигнул, хотя бы ради получения регулярного и бесплатного удовольствия. Молодые мужчины еще долго о чем-то говорили, но Наташа уже не слушала их. Подъехал ее автобус, и она запрыгнула в него. «Обладать властью и пользоваться этим для удовлетворения своего эго – это мерзко и низко», – подумала она и вышла на нужные ей остановки. Спустившись вниз, она взглянула на часы и прибавила шаг. Открыв двери салона красоты Наташа остановилась. Хорошо одетая женщина уставилась прямо на нее. «Игнатова, полагаю, ты опоздала на 15 минут. Сегодня отделаешься устным предупреждением. В следующий раз оштрафую», – проговорила женщина. Это была Полина Георгиевна, светская львица, одна из известных бизнесвумен и владельца элитного салона красоты. Наташа, понимающая, кивнула и вошла, скрывшись в небольшой комнате для персонала. Присев на стул, она выдохнула. «Привет, подруга. Ты что, с ума сошла? Этого места ждала целый год, а теперь опаздываешь в первый же день», – проговорила женщина, жующая бутерброд. Это получилось случайно. Мари была ее школьной приятельницей. Они учились в параллельных классах и дружили. Она была образованной и приятной во всех отношениях женщиной, воспитывающей ребенка-инвалида. Ее муж сбежал, как только узнал о болезни мальчика. Он ушел, не попрощавшись, оставив записку «Пойми и прости». Мария долго выкарабкивалась из сложившейся ситуации, но ей это удалось. Она попала в этот салон, где получала приличную оплату и щедрое вознаграждение от благодарных клиентов. Плюс некоторые клиенты, которым нравилась рука мастера, приглашали ее к себе домой для наведения красоты в обход хозяйки салона. Разумеется, Полина Георгиевна об этом знала. Остальные мастера, которые точно так же выезжали на дом клиентам, предпочитали молчать о своих дополнительных доходах. Всех устраивало такое условное молчание. Мария наконец доела свой бутерброд, шутливо пригрозила подруге кулачком и скрылась за дверью. Наташа выдохнула, переоделась и вышла в зал. «А новенькая, свари-ка нам кофе, да побыстрее», проговорила мастер маникюра и педикюра Светланы. Это была худосочная и невысокая женщина, с пышной грудью и искусственно раздутыми губами. Наташа было хотела возмутиться, мол, это не моя обязанность. Но поймав на себе пристальный взгляд Полины Георгиевны, послушно отправилась на кухню. Женщина знала, что пререкаться и еще больше накалять обстановку на фоне ее опоздания не стоит. Наташа знала, как сложно зарабатывать деньги и обеспечивать всю семью. Когда ей исполнилось 12 лет, ее отца не стало. Мама девочки, Елизавета Петровна, сильно переживала смерть мужа. Она впала в жуткую депрессию и отказывалась от еды. Позже у нее начались проблемы со здоровьем, из-за чего она так и не смогла вернуться на работу. Вместо нее работала Наташа. Сначала она мыла полы у состоятельных соседей и сидела с их детьми с полчасовой оплатой. Потом она работала официанткой, сиделкой, присматривала за людьми после операций. С горем пополам девушка окончила торговый университет. Отложив диплом подальше, она продолжила свои подработки в обход своей профессии. Все думали, что она так и останется сиделкой или няней, но она увлеклась парикмахерским искусством. Ей нравилось приходить к тетке Раи, работающей в парикмахерской неподалеку от дома Наташи. Заметив неподдельный интерес, она подозвала девушку к себе. Хочешь попробовать? Я научу тебя, если будет желание. И желание у девушки действительно было. Попав к тетке в подмастерье, она старательно выполняла все ее наставления, следила за каждым жестом, а после окончания курсов получила возможность улучшить свои навыки и перейти на новый уровень. Она работала в парикмахерской, параллельно училась и даже выиграла в нескольких конкурсах. Все было хорошо, денег семье хватало. Но однажды к ним в салон зашел Миша, и сердце девушки забилось быстрее. Она и опомниться не успела, как заложила квартиру, помогая ему раскрутиться. Молодой бизнесмен с легкостью нашел подход к девушке, не избалованный мужским вниманием. Целый год Наташа буквально летала. Она любила, ее любили, ну или по крайней мере она так думала. А потом начался ад. Миша сообщил ей неприятную новость. Бизнес прогорел, он банкрот, нужно платить по счетам. Дом у Наташи с матерью отобрали. Они в прямом смысле остались на улице, лишившись крыши над головой. Миша волшебным образом куда-то испарился. А когда Наташа очнулась, с ужасом поняла, что ко всем ее бедам она еще немножко беременна. Узнав об этом, ее мама плакала и ругалась. Что ты наделала, дочь? Мало того, что на старости лет я оказалась без дома, так еще и в подоле принесла. Ничего знать не хочу. Избавляйся от этого ребенка и все тут. Наташа ничего тогда не ответила. Она знала, что мама хорошая и добрая женщина. Все это она сказала не со зла, просто наболела. Да и одно на другое навалилось. Когда женщина успокоилась, она обняла дочь и они помирились. Некоторое время им пришлось не сладко. Наташа с мамой тынялись от одних родственников и знакомых к другим. Когда же лимит терпения был исчерпан, они вспомнили о старом домике в деревне, доставшемся им от деда с бабкой. Но там давно уже никого не было. В отсутствие людей жилище приобрело плачевный вид и нуждалось в хорошем ремонте. Несмотря на все неудобства, обе женщины решили переехать в деревню. Позднее, когда им удалось навести кое-какой порядок, они остались там жить. Наташа работала на частной ферме, но мечтала о горячей вакансии в городе. Когда Мари сообщила ей, что место освободилось, она тут же помчалась на собеседование. И вот теперь она здесь, в месте, где всегда мечтала работать. Клиентами элитного салона были разные люди, политики, нефтяные магнаты, эстрадные исполнители, люди искусства и бизнеса. Среди них было много известных и ярких личностей. По этой же причине стены салона были изрисованы автографами известных людей, которым удалось здесь побывать в разное время. Осматриваясь, Наташа уже предвкушала, что будет стричь какую-то знаменитость. Но вместо этого ее отправили варить кофе. Когда же она принесла две чашки и поставила их на красивый стеклянный столик, Полина Георгиевна снова подозвала ее к себе. «Поди-ка сюда. У меня здесь еще много дел, а вечером я иду на банкет. Переодеться не успеваю. Смотайся ко мне домой и возьми мой белый брючный костюм. Вот ключи. Поторопись». Наташа еще долго не могла прийти в себя от услышанного. Внутри у нее все кипело от возмущения. Мол, что, я девочка на попегушках, что ли? Но она ничего не ответила, лишь стояла, открыв от удивления рот. «Ты еще здесь?» – удивлялась хозяйка салона. «Мой костюм мне нужен уже вчера. Пули туда и назад». Наташа взяла ключи, села в такси и отправилась по указанному адресу. Что это вообще было? Проверка на вшивость? Почему мое мнение ее не волновало? Я же не ее прислуга. Подай, прими, унеси. Приехав на место, женщина переговорила с дворецким. Охраной ее, наконец, спустили во двор. Увидев этот гигантский особняк, Наташа потеряла дар речи. Это было что-то невообразимое. «В первый раз у нас?» – спросил молодой мужчина в форме садовника, лихо работающий садовым секатором. Наташа молча кивнула. «Не волнуйтесь, не вы одна такая. Когда я впервые сюда попал, у меня был такой же вид, как у вас». Они обменялись любезностями и познакомились. Садовника с невероятно красивым телосложением звали Егором. Он работал в поместье второй год и потому прекрасно ориентировался на территории поместья. Он также не понаслышке знал о непростом характере хозяев особняка. «Ну вот и костюм ваш принесли. Запишите мой номер. Может, еще что понадобится?» – с этими словами он улыбнулся. «Боже, какая у него улыбка! Держи себя в руках. У тебя уже был Миша, от которого голову потеряла. До сих пор расхлебываешь!» – диктовал ей внутренний голос. Наташа записала номер телефона и, получив от дворецкого костюм, поспешила удалиться. «А разве вы не дадите мне свой номер?» – спросил садовник Егор, крикнув ей вслед. Но она лишь помахала ему рукой и скрылась за большими коваными воротами. Приехав в салон, Наташа бережно передала его хозяйке и отправилась искать подругу. Марии нигде не было. Женщина вышла в небольшой дворик, куда выходила одна из дверей салона. Здесь стояла лавка и росло несколько деревьев. Сюда сотрудницы парикмахерской выходили покурить, выпить кофе и иногда поговорить. Конечно, если на все это у них было время. На лавке сидела Мария. Она закрыла лицо руками и плакала. Наташа стала расспрашивать у нее, что случилось. Наталья шупала к ней на плечо и еще больше разрыдалась. «Тише, тише, успокаивайся и говори, в чем дело», – спрашивала женщина, протягивая подруге носовой платок. Марии подняла голову, приняла платок и тут же затрясла своей хорошенькой головкой с мелкими золотыми кудряшками. «Не скажешь, ну и ладно», – с этими словами Наташа тяжело вздохнула и обняла подругу. Когда та возвратила ей платок, она увидела огромный синяк на ее запястье. Похоже, было, что ее кто-то сильно схватил. Наташа хотела тут же разобраться с обидчиком подруги, но та явно дала понять, что не нуждается в чьей-либо помощи. «Эй, горе-работницы, вам бы только языки чесать, марш работать, полный салон людей», – вмешалась в эту немую сцену Полина Георгиевна. Мария и Наташа пошли в зал, оставаясь каждая при своем мнении. «Сюда подойди», – позвала хозяйка Наташу. «Это Николай Степанович, сделай все так, как он просит, и постоянный клиент тебе гарантирован». Наташа подошла к крупному и расфуфуренному мужчине в яркой рубашке и смешных очках. Это был известный дизайнер. Его наряды, как и он сам, были весьма креативными. После дизайнера Наташа укладывала волосы и заплетала стильные косы одной из популярных моделей, делала покраску кинопродюсеру и подстригала бороду с усами местному олигарху. К вечеру женщина буквально валилась с ног. Она собралась было уходить, но строгая начальница приказным тоном объявила, что та должна остаться и навести порядок в салоне. Но ведь это работа уборщицы, которая, к слову, уже домой ушла», – возмутилась Наташа. «Никаких «но», она ушла, а ты убирай», – проговорила хозяйка, собирая свои вещи в сумку. Из салона уже все ушли, когда в дверях показался симпатичный молодой мужчина в дорогом костюме. «Эй, есть здесь кто?», проговорил он, войдя в салон. В это время Наташа как раз набрала ведро с водой и шла повторно мыть полы. Она заглянула в смотровое окошко и увидела его, того самого мужчину, которого видела утром на остановке. И тут до нее наконец дошло. Дом разврата – это и был их элитный салон. Это значит, что все сотрудницы салона…» Наташа прикрыла рот рукой, чтобы сын хозяйки ее не услышал. Осмотревшись, она нашла халат и платок уборщицы и надела их. Затем вышла в зал и демонстративно вылила немного воды на пол. Мужчина еле успел отскочить в сторону. «Ты что, из ума выжила?» «Я тебе сейчас выживу из ума. Ну-ка топай отсюда. Я только полы вымыла. Хозяйка давно уехала. Проваливай, говорю, а то ходят тут и топчут, а мне мой». Хорошо, ухожу. Сумасшедшая какая-то. Мужчина вышел и даже не посмотрел в сторону Наташи. Как только он ушел, она вздохнула с облегчением. Окончив работу, она закрыла салон и вышла на улицу. Собралась вызвать такси, но вдруг услышала знакомый голос. «Добрый вечер. Могу подвезти, если есть желание». Наташа подняла глаза и увидела своего нового знакомого Егора. Мужчина сидел за рулем черного внедорожника. «Хозяйка забыла купить кое-что и погнала меня за покупками. Ты же знаешь, что для нее нет разницы, садовник ты или курьер. Надо, значит, надо». Наташа улыбнулась ему в ответ и села в машину. По дороге они много и долго разговаривали. Не зная почему, женщина рассказала ему о той проблеме, с которой она столкнулась. В частности, ее интересовал тот факт, что сын хозяйки спал со всеми сотрудницами салона. Со всеми, кроме уборщицы. Недаром же он шарахнулся, когда я воду вылила на пол. Засмеялась женщина. Егор не сдержался и тоже засмеялся. «Ну ты даешь, актриса. А если серьезно, да я об этом слышал. Недаром же вас таких красавиц набрали. Но даже не знаю, что тебе сказать. Ищи новую работу или расслабься и получай удовольствие. Шучу, не обижайся. Правда, не знаю. Не советчик я в этом деле». Наташа вздохнула. Подумав, не слишком ли быстро, Егор перешел на «ты» и вышла из машины. «Ладно, шутник, пока. Я уже приехала. Спасибо за то, что подвез». Женщина быстро засеменила к подъезду. Получив эту работу, она не стала снимать квартиру. Мария сама предложила ей пожить у нее. Наташа согласилась. «Буду жить у тебя до выходных, а потом к родным в деревню мотану. А позднее, может, и квартиру сниму. Мне вечно же у тебя сидеть», – отвечала женщина подруге. Вот и сейчас она приехала к дому Марии, попрощалась с садовником и вошла внутрь. Мария сидела на кухне и курила. По ее размазанной туши женщина поняла, что та опять рыдала. В ее глазах читалась обреченность. «Да в чем дело? Можешь мне рассказать или нет?» – не выдержала Наташа. И тогда Мария рассказала ей об Артуре, сыне хозяйке. Как оказалось, он не просто склонял девочек к интимной близости. Он делал это по определенным извращенным правилам. Иногда он сильно увлекался и мог серьезно покалечить, особенно доставалась Марии. За нее некому было заступиться. Да и Артур знал об инвалидности ее ребенка, потому и пользовался своим положением. «А его мать в курсе?» – спрашивал Наташа, ужасаясь рассказу подруги. «В курсе. Она же регулярно оплачивает нам из своего кармана за причиненные неудобства. Сумма там получается приличной, и это помимо зарплаты». Наташа задумалась, что-то нужно было делать, ведь долго под личиной уборщицы ей скрыться не удастся. Скоро этот извращенец и садист доберется и до нее. Женщины еще долго разговаривали, а потом ушли спать. Следующее утро у Наташи началось необычно. Войдя на порог салона, она тут же была отправлена хозяйкой к ней домой. На этот раз ей предстояло отвезти ее собаку к ветеринару. «Привет, красотка, ты опять к нам?» – спросил Наташу Егор. Они с ним немного поговорили, и она рассказала обо всех страстях, что творятся в салоне. Егор озадаченно прикусил губу. «Знаешь, у меня появилась идея. Отец Артура – известный человек, но носу выборы, мы можем на этом сыграть. Послушай меня и сделай в точности так, как я скажу». Наташа как раз домывала пол, когда в салон вошел Артур. Он тут же ухмыльнулся и закрыл дверь на замок. «А, старая знакомая, ты же новенькая, да? Как это тебе удавалось так долго водить меня за нос? Но теперь-то ты не отвертишься. Пора ознакомить тебя с нашими правилами. Каждая, повторюсь, каждая девушка здесь оказывает мне интимные услуги. Будь ласковой со мной, и у тебя будут привилегии. Откажешь – вылетишь с работы. И поверь, я сделаю так, что твоя жизнь превратится в ад. Раздевайся». С этими словами он подошел к девушке, толкнул ее на диван и стал рассказывать в деталях, что он намерен с ней сделать. «Стоп, снято. Хорошо сыграл. Молодец. Из этого видео получится отличный компромат. И наверняка он понравится твоему отцу», – проговорил вышедший из подсобки Егор. В руке он держал мобильный телефон. Артур выругался и хотел накинуться на мужчину, но тот остановил его порыв. «Я бы не рисковал. Любое твое движение против меня или Наташи, и видео тут же улетит в прессу. У меня есть там свои люди. И поверь, это заинтересует избирателей твоего отца». «Чего ты хочешь?» – не выдержал Артур. «Проваливай отсюда и больше не заходи в салон. Не смей терроризировать девочек. В противном случае». «Да понял, я понял, ухожу». «Да провалитесь вы пропадом со своими девчонками», – выругался Артур и скрылся за дверью салона. «Ура! Наша взяла!» – с этими словами Наташа кинулась на шею Егору, и их глаза встретились. «Ой, прости, это эмоции». «Ну уж нет, начала, так продолжай», – улыбнулся мужчина, притягивая женщину к себе. От поцелуя у Наташи закружилась голова, ноги подкосились, а в голове промелькнуло. «Ну вот, блин, опять все сначала».